В 10 часов утра на полигоне в Дубровичах стоит полнейшая тишина. Организаторы, представители команд, судьи, а также зрители все замерли в ожидании репетиции одного из самых зрелищных этапов международных армейских игр «Авиадартс-2018». На трибунах представители команд России, Китая, а также Республик Казахстан и Беларусь. Программа сегодня ожидается интересная. Сегодня отработка тактического эпизода «Авиамикс» с боевым применением. Будет интересно, будет большое боевое применение, с задействованием большого количества типов различных авиаций, групп, одиночного пилотажа. Ну и в конце будут показаны элементы воздушного боя и показательные элементы пилотажных групп. Первым в воздух поднимаются истребители Су-35С и МиГ-29. Они демонстрируют элементы ведения воздушного боя. Захват цели, уход, различные фигуры пилотажа. Все это происходит прямо на глазах судей и зрителей. Истребители теряются в облаках, сбрасывают преследователей с хвоста. Каждое их движение оценивают судьи. Например, представители Беларуси. Сегодня здесь присутствуют заместители командующего ВВС войсками ПВО, начальник авиации Александр Карев. Он рассказал, что Беларусь уже в четвертый раз принимает участие в авиадарте. И каждый раз они стараются показать лучшие результаты. Мы увеличиваем каждый раз, с каждым годом, мы увеличиваем немножко наше присутствие здесь. То есть, вначале мы присутствовали только на штурмах Су-25, потом Су-25 и Ми-8. В этом году мы в четырех номинациях. Это Су-25 и ЯК-130 в номинации штурмовики, вернее, четыре типа. Ми-8 и Ми-24 в разделе боевые вертолеты. Одни истребители сменяют другие. Су-34 наносят прицельный удар по условному нефтезаводу противника. Следующие истребители поражают новые наземные цели. Перед каждым налетом летчик демонстрирует элементы высшего пилотажа. Одни наносят удар с рекордно низкой высоты, другие же с воздуха. От бомбардировок поднимается высокий столб пыли, в котором уже тяжело различить самолеты. Вылеты не прекращаются. Обычным зрителям за шумом авиаударов сложно различить голос диктора, который рассказывает, техника какой страны или республики находится в воздухе. Для зрителей все едино. Главное, чтобы пилоты показали хороший результат. Судьи рассказали, что за несколько тренировочных дней сложно выделить фаворитов. Все команды выступают примерно одинаково. А сами участники стремятся из года в год эти результаты подтянуть и представить большое разнообразие самой техники. Республика Казахстан уже третий раз участвует в авиадарсе. В этом году мы представляем самолеты Су-37, вертолеты Ми-35 и вертолеты Ми-171Ш. Условные бои идут не только в воздухе, но и на земле. С вертолета взгружают технику с солдатами, которые начинают штурм. Патроны у солдат, конечно же, холостые, однако кажется, что бой ведется к самой, что ни на есть, настоящей. Одни солдаты наступают, а другие обороняются. С грузового самолета на помощь одной из сторон десантируется тяжелая техника. Бой продолжается. Звук от выстрелов и взрывов доходит до трибуны не сразу, проходит небольшой промежуток времени. Сначала зрители видят сами вспышки, а потом уже воздух и землю сотрясает эхо от взрыва. После самолетов и выступлений в небе появляется российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Сегодня он показывает только фигуры высшего пилотажа. Это обмен опытом, в первую очередь, отработка каких-то навыков в бою и отдельных элементов боевого применения. И, соответственно, отработка просто взаимодействия, согласования различных видов, родов и различных армий, различных государств. Репетиционная программа международного конкурса «Авиадарт-2018» продлилась несколько часов. Притом, это только часть того, что ожидает зритель 4 августа. Работы по целям, фигуры высшего пилотажа, знаменитой стрижи, витязи – все это можно будет увидеть уже в ближайшие выходные на полигоне Дубровича. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».